Везде тут куча банкоматов всяких. В любом можно снимать, в любом можно снимать деньги. Единственное, везде за каждое снятие с вас возьмут по обычной карте 220 бат. 220 бат это 500 рублей возьмут за транзакцию. Это вот скучающие мои продавцы, девчонки, которые мне пытались вчера впарить какую-то карту за 600 бат. Потом за 400. А я купил карту лицензионную, настоящую, SD-карту для своей камеры за 500 бат в этом онлайн-магазине. И оригинальную, а не то, что у них здесь подделки всякие продаются. Поэтому выбираем качество и готовы платить за него. Все, ребятки, буду снимать деньги. А еще сейчас вот... Это вот... Что тут написано? В общем, здесь типа боремся с вирусами. Вот санитайзеры. С 10 до 4 утра нельзя на улице показываться пока. Ну и маску нужно носить, чтобы в магазин заходить. Вот, ношу маску во всем. Деньги снял. Банкомат как минимум простейшее на английском. Сначала нужно пин-код ввести. Сразу на английском все показывать. Потом выбрать сумму. И он скажет вам, 220 бат будете платить за транзакцию, за то, чтобы снять. Вы говорите, да или нет. И снимаете. Но вот этот банкомат, я ошибся, он дает 20 тысяч максимально за снятие. Поэтому можно 20-20 за раз снять и заплатить 500 рублей. 220 тысяч бат снять и заплатить 220 бат, это где-то 500 с чем-то рублей за снятие. Все, а 20 тысяч бат, это сколько получается? Это 45-50 тысяч рублей. Вот, можно снимать, все работает. Ну это из того, что здесь можно днем покушать, да? Пока только вот все только начинается, разогревается. Делается, а вечером, конечно, здесь будут суши там. А это вот дневной рацион любителей яичка. Вот дядька, который делает очень вкусный паттай. Вообще, лучше, наверное, паттай здесь на подкорке. Но я пойду в другое место. Здесь соки, 30-40 бат за стакан. Так, что у нас еще? Вот видите, все стулья, все убрали. Посидеть теперь нельзя, теперь нужно маски ходить. Вот маска у меня есть. Все только take away теперь. А тут раньше можно было посидеть, пообщаться с людьми. Ну, сейчас обед, наверное, все спят. Не знаю никого народа, я пойду, закажу паттай. Давно не ел. Я, хотя и сыроежа, но иногда хочется. А вот этот, как все, еда. Ну, я честно скажу, я не любитель этой еды, потому что все жареное в масле. Иногда можно, конечно, но не каждый день. И я стараюсь есть такое. Поэтому я купил много зелени. Я ем это все зеленью. И это легче переваривается. Я комфортнее себя чувствую после еды. И не засыпаю сразу, потому что обычно засыпаю. А тут просто все, все обжаривается. Все овощи, вот вся зелень, все овощи, все обжаривается вместе с ручком. И этот легендарный дядька здесь, он постоянно готовит каждый день. Вот я здесь еще раз уже на острове, да. И он, блин, неубиваемый. Он просто неубиваемый вообще. У них целая вон банка. И вот разбил туда яичко. От себя скажу, что тайцы довольно-таки все, вот, на Бангане, кого я знаю, все добрые, приветливые люди, нормальные. Как и ты к ним, так они к тебе. Очень аккуратные, очень-очень такие на своей волне, спокойные. Мне здесь комфортно, хорошо. У меня никогда не было с ними никаких конфликтов, недопонимания. Все решаемо, все договаривались. Даже возникали там, когда конфликты какие-то у моих друзей, там, из-за аварии, из-за каких-то происшествий, да. Все равно договаривались, все было нормально. И вот как делается рис, вон все, вопи, вот, раз, раз, и все готово. Классно. Я так и сам есть захотел уже, вон, пойду забирать, сейчас на свое, мое уже готовое заказал. Многие здесь ребята, как видите, кто ходит босиком, ну, все можно, кто босиком, кто в тапках. Но я знаю такую тему, что тайцы не любят, когда люди ходят босиком, потому что они считают, что ноги, ну, ноги могут быть все нечистыми, да. И когда заходят в дома, в храмы, нужно везде разуваться. А если ты заходишь в дома, в храмы, и ты уже, ты пришел с улицы, но это как-то здесь не приветствуется. Даже были, даже писали об этом, они какие-то, какие-то, расклеивали листовки о том, что ребята, европейцы, кто ходит босиком, все равно, да, типа, не очень уважительно к культуре этой страны. Поэтому я предпочитаю, если иду куда-то из дома, предпочитаю одевать все-таки обувь, потому что мало ли куда придется зайти. Ну, а так каждый решает все сам. Все, пошли дальше, пошли дальше. Завершительный этап. Он очень аккуратно все делает. Прекрасно, да?